Президент срочно созвал это заседание для того, чтобы обсудить реакцию страны на угрозу национальной безопасности. Речь идет про угрозу антикоррупционной реформы для обеспечения работы антикоррупционных органов. 26 февраля 2015 года Конституционный суд Украины признал неконституционной статью про незаконное обогащение. Сразу после того, как Владимир Зеленский стал президентом, он вернул уголовное наказание за незаконное обогащение. Это поддержала и команда президента. Электронное декларирование – это путь к прозрачности и добропорядочности чиновников. Сегодня Кабинет министров по инициативе президента Украины утверждает решение, которое станет шагом к восстановлению полноценной работы реестра деклараций. Уже завтра каждый украинец сможет снова зайти и увидеть декларации чиновников и политиков, в том числе тех политиков, которые пытаются уничтожить антикоррупционную реформу. Уверен будет много интересного, в частности декларации тех, кто собственно пытались препятствовать решению правительства сегодня. Это один из шагов в вопросе полноценной реформы антикоррупционных органов.